Здравствуйте! 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 Генеральный директор компании Суворс-Строит Воронокомплекс Александр Инатольевич. Да, и мы хотели вас приветствовать сегодня. Основная тематика наша – это то, как мы на сегодняшний день реализуем комплекс на своем территории. И на примере нескольких жилокомплексов, и на примере одного из самых масштабных проектов «Логический узел» хотели рассказать о тех подходах, которые есть у компании Суворс-Строит. Мы ждем наших официальных гостей, страны органов власти. Это глава Лаишевского района, потому что лидерный парк у нас находится на территории Лаишевского района. И представители Министерства строительства Гемайловича Суворс-Строительства, который также расскажет о своем опыте и о том, как он видит развитие комплекса на своем территории. Я передаю слово Рафану Радовичу. Добрый день. Мы с вами находимся на территории Лаишевского района. Это жилой комплекс «Южный парк». Сегодня мы замминистра и главой Лаишевского района. Расскажем вам об этом комплексе. Да, потому что проект очень активно развивается на сегодняшний день. Если пару лет назад буквально, то вообще на территории Лаишевского узла, где мы реализуем трижевые комплексы больших станций, спортивное «Южный парк» времена года, было поле. За это время мы здесь создали большую транспортную развязку вместе с органами власти. Создаются активные детские сады, планируются к строительству школы, строятся новые дома в современном качестве, с хорошей отделкой, правильные, хорошие планировки, эргономичные. Предлагаются выгодные условия приобретения. На сегодняшний день, безусловно, является возможность приобрести по госпрограмме. В рамках «Южного парка» на сегодняшний день в степени освоения порядка 30%. Соответственно, остается совсем немного до завершения проекта. И на сегодня у нас полностью завершается вторая очередь. В этом году мы планируем передать ключи дольщикам в рамках четырех домов. И, соответственно, планируем ключи передать даже раньше установленного срока. И, в целом, если смотреть по компании, то за последний год мы, как минимум, на три месяца всегда передаем ключи раньше срока. Вот, и хотели бы приглашать, наверное, отпуск. Сейчас мы на это дождемся наших официальных представителей. Да, сейчас должен главный район подъехать. Да, еще хотелось бы сказать, что жилые комплексы компании «Сварстроя» отличаются развитой социальной инфраструктурой. Это школы, детские сады, коммунальные инфраструктуры, это сети, дороги, собственные котельные. Очень много покупателей, квартир в компании. Это семьи, молодые семьи с детьми. Поэтому это очень важно. Место в детском саду. Да, и очень большой вопрос идет, в принципе, от тех покупателей, которые имеют в виду средства медиуматерирующего капитала и хотят приобрести лучше свои жилищные условия. Потому что здесь можно приобрести как квартиры, как чистовой отделка, как квартиры, как чистовой отделке. Когда чистовая отделка сразу включается в стоимость квартиры, соответственно, не нужно отдельно отвлекать бюджет для приобретения. И здесь, в принципе, очень удачная покупка. Потому что однокомнатные квартиры, это буквально 2,5 миллиона рублей, очень выгодные трехкомнатные, в пределах 4 миллионов рублей. Сейчас, если сравнивать, 104 миллиона стоит однокомнатные квартиры ближе к центру города. Поэтому здесь, конечно же, вместо одной комнатной квартиры купать люди уже трехкомнатные квартиры полноценные. И поэтому у каждого члена семьи есть свое пространство, это очень комфортно. И мы расскажем о тех как раз-таки проектах, которые будут выходить в ближайшее время. Потому что на территории Южного парка мы как раз-таки приступаем к освоению третьей очереди. Третья очередь будет представлять собой 5 домов, и 2 из которых будут сдаваться полностью в чистовые отделки. Планируем это как раз-таки начать в этом году. И строительство будет применяться уже с учетами строфинансирования в рамках сотрудничества с нашим стратегическим партнером, банком Дома РФ. Представим. Лишат Сахапыч, приглашаем вас. Хочу представить вам. Вам, я знаю? Да. ЖКХ, вестиминец по строительству. Артитектура ЖКХ. Очень приятно приветствовать вас. На этапе строительства находится 270 тысяч квадратных метров жилья. В этом году мы планируем сдать примерно 120 тысяч квадратных метров, с которых 25% мы уже сдали. На следующий год у нас потенциал по воду жилья 150 тысяч квадратных метров. И, естественно, с учетом перспектив освоения площадок и плюс в рамках сотрудничества с банком Дома РФ мы планируем наращивать здесь объемы. Здесь уже сколько домов? Здесь мы достраиваем вторую очередь, то есть все семь пятиэтажных домов введены. Вторая очередь введены два дома. Вот они перед вами, как раз вы можете их наблюдать. И четыре дома вводится в этом году. До конца года жители уже получат ключи. Глава Лавишского района. Мы сегодня тему, какая у нас? Тему, как пример комплексного строения территории, где на территории больших новых современных районов строится жилье, строятся детские сады, создаются дороги, коммунальные инфраструктуры. Потому что это не точный застрой, где ты заключаешься к сетям и примыкаешь к существующим дорогам. А здесь совершенно другой подход, когда это создание как города, микрогорода, в котором нужно предусматривать все и со стороны органов власти, и со стороны девелопров застройщиков, когда создается такая большая инфраструктура. Поэтому мы пригласили всех тех, кто непосредственно участие и помощь оказывает в освоении таких больших территорий. Здесь вот тоже как пример, то есть вот этот детский сад, который муниципально строится большой, благодаря органам власти, потому что это как раз-таки осуществляется по заявкам и через бюджет в рамках программ существующих. И это большое подспорье, потому что строим мы для людей, для семей с детьми. И безусловным фактором выбора при покупке жилья и при переезде в эти жены комплексы является создание социальной инфраструктуры в школы и детские сады. И безусловно, как пример, тоже вот рядом с танцами, с пальцами через дорогу, как только мы построим дезисксат, он был построен до начала года эксплуатации объектов, домов. Соответственно, мы видели большой всплеск и интерес к этому проекту, потому что это такие вещи, они являются обязательным условием для развития. Ваши комментарии тогда, пожалуйста, это в вашем направлении. Как ваше отношение к Южному парку? Отношения прекрасные, отношения хорошие. Тем более, у нас ленирующая ведущая компания в нашей республике, наверное, и не только в нашей республике. Сувар, компания Сувар Строит. Мы совместно работаем, компания Сувар Строит Жилье, вот уже сказали, самое главное для людей – наличие всей необходимой инфраструктуры. В этом отношениях строит качественно и жилье качественное, и благоустроенная территория, и обеспечение всей необходимой инфраструктуры. Так, и вот есть хорошее взаимодействие органами власти, как республиканскими, так и местных органами власти, потому что мы делаем одно дело, одну задачу. Самое главное – люди должны получить полностью обеспеченные комфортные условия, как для жизни, как жилье, так и территории. Поэтому мы для нас, для нашего района, вот данные территории, мы, можно сказать, так, как, это самое, качественное, как шаблон, и мы в остальных застройщах призываем, вот на примере Сувар Строит, также подходить к этой работе, также строить качественно, в комплексе. Уже сказали, да, на самом деле, есть расстояние от города Казани, но, тем не менее, вот все здесь имеется. Здесь вы можете чувствовать комфортно, как самые маленькие дети, и так и взрослые люди. Приятно здесь находиться. Спасибо. Спасибо вам за добрый славу. Спасибо и подтверждение, на самом деле, является на то, что мы не только лидеры по объему строительства, но и лидеры в области продаж, поэтому очень рады, что действительно с стороны населения есть отклик, есть спрос на это жилье, о том, который в целом мы строим. О том, в целом мы строим комплексы, которые строят не только в рамках этих территорий, вот этих трех проектов, нужны факты, танцы, спортивные времена года. Это такие большие проекты, как жилой комплекс «Столичный», который находится в Новостоевском районе, и большие проекты «Заездная сития», которые строятся в Кировском районе тоже. Все объекты, комплексы застройки, где создается вся необходимая инфраструктура для комфорта жизни. Я приглашаю на ВОПИС пройти, да? Ну, наверное, будет правильный представитель Симулика поискровит некоторые спички. Ну, как раз и глава района подъехал. Я думаю, что было бы правильнее сказать таким образом, что на сегодня огромная работа проводится именно под руководством нашего президента Татарстана Санши Маниханова. Именно на это направление назначил президент Раскоперации. На сегодня уже нашим президентом Татарстана проведено 8 рабочих групп. Последнее было буквально вчера. И самый основополагающий фактор, что президент Раскоперации тоже буквально вчера были определенные национальные цели, по которому 5 направлений. И опять-таки по направлению жилье основополагающим остается в 2030 году это улучшение условий жилищных не менее 5 миллионов семей и достижение уровня 120 миллионов метров. Фактически национальные проекты немножко преобразовываются. На сегодня данный месячный срок Министерской Раскоперации ввести коррективы, показатели. Мы эти коррективы обязательно потом заведем за муниципалитетом. В этом направлении ведется такая совместная работа Министерской Раскоперации. Могу также отметить, что буквально до этой пятницы мы должны также заявиться в Министерской Раскоперации за поддержку по программе «Стимул». Уже есть там новизна в том, что в 2021 году уже целевые средства по «Стимулу» выделяются только на сети. То есть это вода, тепло, водоотведение, очистные сооружения, стоимость техностоседения. Социально-культурного объекта пока в 2020 году прекращается финансирование по программам «Стимул». Это для того, чтобы мы за эти буквально 2-3 года подготовили новые площадки, поскольку понятно, что если не будет коммуникации и дорог, то строить там бесполезно, жить там невозможно. Поэтому немножко повременить государство по скультно-объектам. Оно, конечно, тоже будет по другим направлениям, в другом аспекте, но по программам «Стимулу» вот такое решение принято на уровне правительства Российской Федерации. И в первую очередь мы заявляемся уже по всем проектам. Кстати, по «Лейшинскому узлу» мы по КНС «Габишево» также заявляемся на очень страничную сумму, которая позволит нам этот узел как раз расширить. Потому что и «Лейшинскому району», и «Город Казани» территория данная получит новое развитие, когда появятся магистральные коммуникации, это очистные, это водоотведение, водоснабжение. Вот мы сейчас на этом этапе пока испытываем некоторые следующие факторы развития вот такой мощной территории. Тут как раз соприкасаются два муниципалитета – столица наша и «Лейшинскому району». И та, и другая, они тесно взаимосвязаны друг с другом. Люди, они… миграция утреная, вечерняя – это видно по машинам, да, поэтому экономика очень тесно взаимосвязана. И эта территория, он имеет шансы развития на пятилетний период больших объемов жилья. И мы ожидаем, что, ну, не менее трех миллионов жилья точно выйдет с этой «Лейшинскому узлу», если мы окажем поддержку по таким стратегическим направлениям, как магистральные сети. И остальное, коллеги, также в завершение скажу, что мы на Северном Патарстане, пока плановые показатели воды жилья 2 миллиона 279, сдали 1 миллион 408 тысяч калатометров – это 47% годового задания. И, естественно, мы со всем институтом эту работу будем продолжать. Думаю, что мы эту задачу решим, потому что другого пути у нас нет. Жилье строится именно на местах, именно главы районов определяют политику на местах. Из них, в принципе, было бы сложновато, поэтому вертикал власти позволяет Тавстане решать вопросы всех комплексно, что немаловажно. Не каждый субъект, может, этого есть, но у нас это есть слабого. Александр Сахапович, вот смотрите, у нас республика, как правило, всегда занимает лидирующие позиции по стране по вводу жилья. Какой вклад? Сувар строит достаточно большой застройщик. Какой вклад, если пересчитывать в процентах или квадратных метрах, вносят они в эту общую цифру, скажем так? Цифра была озвучена с компанией, что они в этом году планируют 120 тысяч ввести. Если от 3 миллионов процентов взять, то, наверное, 7-8 процентов – это вклад Сувара. Не забывайте, что ввод жилья, половина больших классов состоит из индивидуальных жилищных правительств, то есть население строит само. у нас население очень работоспособное, они туда любимые. И вот, невзирая ни на что, дома строятся, слава богу, и они вводятся. Вот уже почти 800 тысяч мы ввели буквально за полгода. Пока малоквартирное жилье отстает немножко по воду жилья, в целом, в совокупности. Поэтому, в целом, могу отметить, что Сувар строит, он входит в тридцатку крупнейших застройщиков Российской Федерации. Поэтому тут компания серьезная, имеет именно стратегические планы развития на учителей вперед, что не у каждого есть. У них все-таки земельные массивы имеются для развития. А мы, как государство, как местные власти, должны им помочь именно по коммуникациям. Это очень важно. По социалке мы очень помогаем. Сарик строится. В этом году сдается для счет мест именно по программе Стимул. Пока, пусть даже если и не будет, 21-22 год, но все равно варианты государственного вмешательства и поддержки в этом направлении будут продолжены. А так, пока дано решение именно сети, сети, сети. Поэтому без сетей мы дальше никуда не ведемся. По социалке, вот еще главе из полкома Лавишевского района хотел бы вопрос задать. Садики, которые строятся, развязки, которые есть. Есть еще постройщики в Лавишевском районе, которые так влияют на инфраструктуру социальную? Есть, конечно, у нас Батбар Девломер, тоже также крупный застройщик. Есть еще компания спектр «Колщик Римастрой». Может, знаете, Косян Юрий Николаевич, он взрослый, больше 80 лет, активно занимается. Есть таких нескольких компаний. И семян? Должны проекты у вас комплексные, «Корнет», допустим, что там? Ну, у нас, в основном, мы четвертые в республике по объему водожилья. Есть, например, Казань, Щелны, Третьеворские средства, и тут у них 200 тысяч квадратных метров по плану. Мы четвертые в республике, 150 тысяч квадратных метров жилья. В этом году уже более 100 тысяч квадратных метров мы сдали, построили. Хотя в прошлом году у нас был план, всего 100 тысяч квадратных метров за год подняли на 60%. Потому что, я сейчас правильно сказал, территория развивается, поэтому нам добавляют не только 50% ежегодно. Вот дали прирост 60%. И добавляем, и помогаем. Понятно, тоже правильно сказали, тесное взаимодействие. Люди Казанские у нас на территории проживают, они работают в Казани, они выбирают для жизни именно наш район. Поэтому наша территория застраивается. Самое главное, я тоже повторюсь, самые главные сети. Если будут сети, основные, фанализация, водоснабжение, газ, электричество, там проблем нет, тогда в застройках они будут активно застраивать, синхронно. будут покрывать все потребности. Как комплексная застройка Сувор строит, влияет на экономическое развитие района, насколько это крупный налогоплательщик? Как налогоплательщик? Насколько он крупный и как влияет на экономическое развитие комплекса Сувор строит? Здесь, мне кажется, можно сказать о том, что создаются рабочие места. Почему? Потому что рабочие комплексы на своей территории. Естественно, что когда создаются стадики, школы строятся, создается коммерческая инфраструктура вся. Безусловно, это создание рабочих мест нового. И плюс тот приток, это мы просто по практике знаем. Люди, когда приезжают сюда, это очень хорошая, на самом деле, практика, когда они здесь живут, здесь же работают. Получается, здесь же детей, например, в станции спортивных, когда садик открылся, люди купили квартиры в станции спортивные, работают нянечками и воспитателями в детском саду, будут туда своих детей. Это очень удобно. И время дорог тратить не надо, там же работают. То есть это не последние связки, поэтому это такой синергетический эффект оказывает во всех областях. Я могу сказать, что Сувары Строит для нас ставит тоже амбицированную задачу, потому что они строят очень много, переезжает много людей. Поэтому мы должны принимать также и экономически свою программу. Мы должны создавать на этом месте новые рабочие места. В связи мы создаем новые промышленные парки. Мы сейчас запускаем районное столбище, особую экономическую зону, 180 гектаров. Есть, например, преференция. На сегодняшний день есть поднаставление инвестора на 6-7 миллиардов рублей и создание более тысячи рабочих мест. Поэтому наша задача, если люди живут здесь, в хороших местах, они не должны идти в Казань, создавать колнасы транспортные. Они также должны иметь право получить рабочие места на данной же территории. Вот такая задача. Такую задачу и между нами ставят. Да, и соответственно, потом уже разбитые налоговые сообщества? Для нашей экономики, конечно, большие налоговые вложения для нашей территории, новые рабочие места, конечно, развиваются и активно принимают участие в развитии нашей территории. Ну, я в свою позицию выражу так. Это один из привлекательных направлений развития. И, к слову, налоговые, конечно, они заслуживают это тоже. Но заслуживают там и другие направления тоже. Но, тем не менее, налоговые это особые направления, потому что они хотят заложить району проход. Поэтому они этого не заслуживают, название, считаю. Спасибо. 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 Продолжение следует...